Всем привет! Меня зовут Алина. Сегодня хочу рассказать вам о новой косметике, которая у меня не так давно появилась. Некоторую из них, на самом деле, я использую уже завидным постоянством, но ни разу не показывала, не рассказывала об этом видео. А некоторые продукты покупала в первый раз. В общем, сейчас я вам расскажу обо всем, что я успела попробовать в последнее время. И расскажу, на что стоит обратить свое внимание. Начну я свой рассказ с краски для бровей, так как поступало несколько вопросов. И я хотела с вами уже поделиться на эту тему. Использую я краску от Шварцкоп. Называется она Бунахром Игора. Цвет у меня коричневый. Эта краска обладает эффектом татуажа, и она смывается в течение где-то 3-4 дней. Раньше я использовала обычную краску Рефекта Цилл. Не могу сказать, что она сильно хуже. Я, например, предпочитаю ее для окрашивания ресничек. И такую краску от Игора уже для бровей. Есть еще такой вариант. Если вы покупаете отдельно краску и не хотите тратиться сразу на целый комплект, сейчас я вам покажу его поближе, то вы можете приобрести отдельный флакончик с краской и отдельно такой 3% оксидант. Здесь в комплекте идет 15 мл краски, которой, скорее всего, вам хватит больше, чем на год, потому что необходимо ее совершенно немного. Затем как раз тот самый оксидант, потом диски для того, чтобы не испачкать кожу под глазами, но я их не использую. Мне не очень удобно потом ходить или лежать с этими дисками. Затем специальный контейнер, в котором вы сможете смешать краску при помощи такой лопатки. В основном для нанесения краски на брови я использую обычную кисточку, которую я наношу. Также, например, помадку от Anastasia. У меня брови очень быстро выгорают, они сами по себе светлые, и когда это случается, мое лицо становится менее выразительным. Именно поэтому я брови окрашиваю, и те волоски, которые у меня есть, например, под брови, они тоже окрашиваются, соответственно, бровь кажется гуще. В первые недели-полторы вообще могу не использовать никакие средства, даже когда я снимаю видео. Следующий продукт достаточно бюджетный, это румяна от Vivienne Sabo. Они очень пигментированные, я бы назвала их меловыми. Нужно быть с ними предельно аккуратными, чтобы не переборщить. Они очень мягкие, очень легко набираются на кисть. Смахните сперва немного оттенка на руку, а затем уже приступайте к щечкам. У меня это оттенок 21, румяна очень приятно пахнут розой. В общем, если вы ищете себе какие-то бюджетные румяна и умеете с ними обращаться, то румяны, в принципе, неплохие. Следующий продукт это миниатюрка, называется она Roller Lash от Benefit. Мне ее подарили на Makeup Day. Сегодня она у меня на ресницах, так что вы можете сами оценить результат. Но я делю все туши на туши для деловой женщины и на туши, с которыми нужно немножко подольше поработать. Если у вас есть 3-4-5 минут на то, чтобы накрасить ресницы, то эта тушь просто отличная. Она очень хорошо приподнимает ресницы прямо от самых корней. Полностью прокрашивает их, удлиняет и также разделяет. Как мне показалось, ее можно бесконечно долго наслаивать. С ее помощью можно добиться эффекта накладных ресниц. Но придется потратить немножко больше времени. Следующий продукт я покупала, когда хотела снять видео о бюджетных находках. Это маска от Garnier, которая содержит в себе цинк. И первый эффект, который она на меня произвела, был просто фантастический. Она покрывает вашу кожу густым слоем такой как бы белой глины. Она очень тягучая, поэтому, в принципе, вам ее хватит вот такого пакетика на, может быть, 2-3 применения. Вы чувствуете тепловой эффект. Эффект распаривания лица. Она очень приятно пахнет. В тот момент, когда вы ее наносите, ощущения очень приятные и необычные. То есть вам кажется, что маска действительно работает. Я ее брала с собой в поездку. Мы вместе с подружкой ее пробовали. И у нас на следующий день появились жуткие высыпания. Кстати, читала на нее хорошие отзывы, но лично мой опыт с ней оказался негативный. Дальше это матовая помадка от Seventeen. Мне тоже советовали девочке приобрести матовые жидкие помады из этой линейки. Я решила попробовать и обычную такую кремовую матовую помаду. И она очень неплохо смотрится на губах. Где-то через полчаса она начинает трескаться. Вы когда улыбаетесь, у вас как бы появляется гармошка на губах. То есть помада ложится не однородным слоем, она стягивает губы. И потом, когда вы начинаете их натягивать, она как бы трескается. Издалека она смотрится сногсшибательно. Но вблизи мой молодой человек даже заметил, спросил Алина, почему у тебя такие старые губы. Стоит она порядка 250 рублей. Но я советую вам сохранить их и купить, например, за те же деньги помадку от Stellar, которая работает на 5 с плюсом. Также я купила два таких блеска помады. Это матовая помада вот с этой стороны и блеск, который должен спасти ваши губы от сухости. Потому что стягивают эти помады губы просто безбожно. Вот этот оттенок розовый, называется он Breezy Pink. Мне не понравился абсолютно. Он ужасно тоже стягивает губы. Также они потом лопаются гармошкой. И я не знаю, может быть я что-то неправильно сделала и слишком поздно нанесла этот топ-глос. Но мне даже рука больше не тянется использовать этот продукт. Но вот более темный оттенок в номере 05 ложится на губы очень даже неплохо. Если вы будете использовать опять же этот лип-глос, то губы не будут так сильно стягивать. Это нужно сделать почти моментально. Тогда вы не почувствуете никакого дискомфорта. Оно у меня сейчас на губах. Губы сушат, но не так, как вот эта более светлая помада. Ее я вам категорически не советую. Наверняка вы слышали уже про такие каменные дезодоранты, которые не содержат никаких вредных веществ, которые у нас потом накапливаются. А так как подмышечная зона очень близко к груди, это достаточно опасно. Поэтому очень многие не используют обычный дезодорант. Я решила заказать себе тоже на пробу такой дезодорант от Crystal с гранатом. Здесь запах не держится абсолютно, то есть вы его чувствуете только при нанесении. И что делают эти дезодоранты? Вы продолжаете потеть, то есть у вас не нарушаются естественные процессы в организме. При этом нет никакого постороннего неприятного запаха. Но сухих подмышек вам не видать. Следующий продукт мне очень понравился. Производитель Color Wow. Называется эта штучка Raise the Root. И это спрей для прикорневой укладки и придания объему волосам. Вы можете использовать его как на мокрые, так и на сухие волосы. И он действительно очень даже неплохо справляется со своей задачей. Правда объем конечно будет держаться где-то в течение двух часов. Затем вам нужно уже как-то шерудить руками в волосах. Для того, чтобы немножко приподнять их снова. Продукт не оставляет никаких белых хлопек. Волосы не склеивает, не утяжеляет. Продукт мне нравится и я могу вам его посоветовать. И еще два продукта, которые у меня уже есть достаточно давно. Но по-моему я вам их не показывала. Показывала вам тонирующий спрей для ножек. Который я просто влюблена на всю жизнь. Эти же продукты предназначены для автозагаров. Оба они у меня в оттенке medium. Это мусс, а это лосьон. Я могу сразу сказать, что мусс мне понравился больше. Лично мне его намного проще распределять по коже. Я его почти не ощущаю. Он не оставляет никакой липкости. Для того, чтобы распределять автозагары 100% я вам советую приобрести варежку. Которая стоит по-моему около 180 рублей. Она всегда находится рядом на полочке. Вместе с этими всякими тонирующими продуктами. Я покупала ее в Рив Гоши. Лосьон мне в принципе понравился тоже. Но я люблю более легкие, более невесомые продукты. Работает он так же. Но если выбирать из этих двух, то во второй раз я куплю себе вот такую версию. И последний продукт. Это тоник для лица без содержания спирта. От фирмы Nourish Organic. Содержит в себе розовую воду. Мне он очень подходит. Единственное, у него не очень приятный запах. Но никакого раздражения, никакого шелушения он у меня не вызывает. Но все тоники, которые я пробовала раньше, сперва работают на мне неплохо. Например, от Andalou Naturals. Я его отложила на дальнюю полку. Потому что у меня стали появляться высыпания. И как только тоник я убираю, они проходят. То же самое у меня произошло с самым известным тоником на iHerb, который находится там в бестселлерах. Но вот мне он не подходит. А этот продукт отлично работает. Чтобы кожа могла в дальнейшем сама бороться. Чтобы у нее был хороший иммунитет. Я вечерами иногда ничего не наношу, кроме тоника. Поэтому для меня этот продукт очень важен. Я хотела вам сказать огромное спасибо за вашу поддержку. То, что вы меня поддерживали в проекте Lancome. И до этого в Лореале. Потому что для меня это очень много значит. И вообще сами эти проекты приносят мне очень много нового опыта. Мне действительно потом намного проще снимать видео, общаться с вами через камеры. И я становлюсь намного более открытой. И для меня это как новый шаг, новая ступенька. Я в этом проекте ни на что не рассчитываю. Потому что там есть девочки, которые профессиональные визажисты. Некоторые из них, я знаю, обучались по три раза. На то, что даете мне вы эту обратную связь, эти эмоции, этот позитив, который просто, я не знаю, невозможно не отметить. Потому что каждый из вас, когда вы пишете мне каждый ваш голос, каждое ваше хорошее слово, заставляет меня быть лучше, заставляет меня улыбаться, быть более открытой. И я хочу пожелать вам, чтобы рядом с вами тоже были люди, которые вас всегда поддерживают, помогут вам в ваших начинаниях. Потому что это стоит дорогого, по-другому просто не скажешь. Хочу подарить вам частичку своего позитива. И увидимся с вами очень скоро. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok